А, я лечу в Париж. Вот же, я забыла сказать. Мы приехали в гости к нашим французским дизайнерам Викторией Тома. Мы пришли в японский ресторан, который стилизован под знаменитый токийский рынок рыбный. Со всего Парижа свои шедевры. Здесь и даже портреты всех поваров. Удивительное место, здесь всегда очередь. А ты точно с газиками? Это все уже или попробовать? Сколько, дорогие? Простите. 505. Все так спешит. Что я несу, а? Ну-ка, ну-ка. Ну что ты меня затрагиваешь. За твои покупки. Да, спасибо, что носились они. Никакая собака не сглазила. Паф, паф. Друзья, я в машине. Планирую попасть в аэропорт, но попадаю в форс-мажорную ситуацию. У нас марафон. Весь город перекрыт. И, в общем-то, я очень надеюсь попасть в аэропорт. Сейчас я еду за вкусными сувенирами для своих подруг. А, я лечу в Париж. Вот же, я забыла сказать. Я лечу без Валерии, поэтому буду самостоятельно пытаться что-то снимать трясущейся порой камерой. Ну, надеюсь, она смонтирует что-то из этого приличное. Покупать я буду ржаной хлеб рижский и наши потрясающие конфеты, которые называют девчонки наркотиком. Это черный хлеб в шоколаде с васильками и с бальзамом. Это действительно фантастика. Ручная работа, бельгийский шоколад. В общем, я побежала. Так как меня снимать некому, я сниму себя сама. В чем я одета? На мне пальто в розах. Так, пока чек-то двинем. Ультра-модно, что у меня роза одна распустилась слишком. Это литовский дизайнер. Обязательно напишем, кто это. Роза на шее Ивета Веттсмана. Наверное, надо мной смеются парни за седним столиком. Ну, надеюсь, все-таки нет. Двойной ремень Шанель. Джинсы Зара. И в этот раз у меня дорожная сумочка Шанель. Такая очень вместительная, объемная. Не стала я брать шофер. Вот так я сегодня одета и сама укладывалась. Вот это ничего. Привыкаю к новой стрижке. Друзья, я в Париже. Это место, где я поняла, что красота может быть повсюду. Каждый раз, когда я оказываюсь в Париже, то ощущаю себя частью этого магического города. Но, к сожалению, не смогу досконально снять на видео всю поездку. Скорее, это будут фрагменты нашего отдыха с подругами. У нас в планах посетить музей Д'Арсе, где проходит выставка работ Дега и Мане, шоу Crazy Horse, зайти в гости к дизайнерам Викториям Тома, выпить шампанского в маленьких кафе Парижа, посетить несколько ресторанов и, конечно же, небольшой шоппинг. Вот у нас такой завтрак с Рюнером. Рюнаер. 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 Красиво наливаем. По чуть-чуть освежить. И главное, что все заказали один и тот же завтрак. Пашот, авокадо. За что я люблю Париж? За его элегантность и красоту. Гуляя по узким улочкам, я наслаждаюсь архитектурой, множеством знаковых мест и памятников искусства. Париж же всегда, и есть что-то новое и удивительное. Еще я люблю проводить время в кафе, наблюдая за прохожими. Но главное, за что я люблю в Париж, это его атмосфера, которая вдохновляет и напоминает мне о красоте жизни. Париж, Мон-Мар. Район художников, кафе, живой музыки. Здесь очень атмосферно, уютно, мило. Ну, конечно, приехали сюда поесть в Мидии. Туристов много, конечно, ну и французов. И мы. Мидии, Мон-Мар. И мы. Спасибо, что меня поддержали. Мы все одно и то же взяли. Ведея сливка. Разный Мон-Мар. Питя, галя, критения, цветения. Мы обошли с другой страны. Такие скверы, скверы, скверы. Какой аромат. Мы приехали в гости с нашим французским дизайнером. Виктория Тома. И тут познакомились с наследником. С наследником. Рейни смотрит на женщин. И что там у нас? И там у нас кто-то скоро родится. Прямо в святая у святых. И у Оля у нас с сумочкой. Кисбэк. Бренду 11 лет. Ребята, сами развивая свой бренд. Какой не корпорации крупной. Все-все сами поднимались с нуля. Я это все дело наблюдала. Я участвую в двух показах у них. Как модель. Фэшн-вик в Париже. Сейчас я покажу свою покупку. Ой, да? Очки. Гуляя по море мы не могли не зайти в этот модный очковый магазин. Мы пришли в японский ресторан, который стилизован под знаменитый токийский рынок рыбный. Здесь полностью атмосфера передается до знаменитого рынка, где в 3-4 утра начинается торговля тунцом, аукцион. Вот такой ресторан в сердце Парижа. Специально сюда пришли перчатки, такие носики. Симпатичные посетители. весы, цены, цены. Там готовность. И чайки. очень атмосферно. Как будто я в Токио вернулась. А я так мечтаю туда вернуться. Вода в пушине пластмассовом, которым черпают воду из лодки. Значит, соки до краев так, что были все в деревянной коробочке. Потом нужно оттуда будет добивать. Соке очень свежее, нежное. Несли два рамена. Один с лобстером, морскими гребешками. И второй на пробу сказали пробуйте. Вам оплатить не надо. Прекрасные совершенно комментарии. Люди приходят. Очень много людей азиатской внешности. Обожаю этот фрукт. Ну, шмула. Боже, какая черешня. Ананасичка. Париж. 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 Это программа передачи или нового там это культуры. Уважаю французские аптеки. можно купить все. Самый крутой это французские и американские аптеки. Специально всегда пают эти пасты черные. Очень классно. вот такой небольшой комнат с морепродуктами в сердце море француз какие креветки тунец тюрбол знаменитая кондитерская куда привозят каждое утро кондитера чемпионы мира и европы из со всего парижа свои шедевры сейчас зайдем посмотрим так называется это местечко здесь и даже портреты всех поваров удивительное место здесь всегда очереди сумасшедшие это очень интересно авторство каждое пирожное это удивительное место каждое утро они привозят свою выпечку свои шедевры rma такое местечко в париже в сердце море и даже шоколад ручками сделаны чемпионами мира европы и всей вселенной подруга набрала повезет в амстердаун на себе но повезет вышли и уже очередь получилась кондитерская знаменитые все именно здесь перечислено что продают а именно здесь все именитые кондитеры уже очередь тоже знаменитое еще и место и знаменита рома у меня бабами на фоне влада вещает и открыла польская какая-то принцесса с этим красоту снимем покажем кондитерские париже это конечно особая история особо лучше макарон ничего только нет наменитая олимпия эдуарда манэ она вообще в этом музее стационарно висит ее подключили к выставке манэ де гао девушка легкого поведения олимпия интересный дай гао я она хозяйна потому что вот они это л и то Семьёй. Вот такие у них краски солнечные, света много, воздуха, расчёсывает волосы. Уже такой период импрессионизма окровенного начался. Ну что, друзья, я вернулась только что из Парижа, городу Насене. Обожаю Париж, в любом проявлении, несмотря на то, что нам не повезло с погодой. Прямо перед нами было 23-24, мы приехали 8-10, там 11-12, ну периодически было 15, мы ходили такие расслабленные. Ну почти каждый день дождь, но у нас была и культура культурная, и культура бескультурная. Мы классно, мы сходили на Арсе-музей, на Дега-Мане, правда не впечатлились. Я это всё сняла, что-то, надеюсь, Валерия там найдёт и смонтирует. Как неприлично с людьми разговаривать в спачках. Пока можешь, а ты же молчишь. Вот, мы ходили, смотрели Дега, всего одна была картина, значит, на выставке. Очередь несусветная, под дождём. У нас были куплены билеты на 2 часа, несмотря на это мы 40 минут отстояли. Это все толпы народу, эти старички-французы. Одним словом, подойти к картинам было невозможно, и всего одну картину знаменитого видели владельчество, Олимпия была Мане, но она стационарно висит в этом музее. В общем, мы походили, посмотрели, прекрасно, всё равно мы поставили галочку, что мы там были, но мы не видели балерин знаменитых, Дега. И период импрессионизма Мане мы посмотрели. Его лошади известные, скачки, он очень любил отрисовать. Вообще, поездка была ничему не посвящена, просто встречи подруг. Приехали две подруги из Нью-Йорка, Валентина и Анжела. Я ей видела Валентину 7 лет. И, кстати, вот мы потом начали анализировать, мы все познакомились в Инстаграм. Ничего себе! Да, все. Две подруги из Нидерландов, значит, одна из Роттердама, Владусик, значит, Олечка из Гааги, и подруга моя, Инночка, из Казахстана, 7 Паласинска. И мы вначале все познакомились в Инстаграм, потом встретились и начали встречаться, дружители, отмечали мой день рождения, ездили в школу выездную Васильева и сами организовывали какие-то поездки под балет в Питер, в Мюнхен, под оперу. И просто встречались в Париже. Естественно, случился небольшой шопинг. Вон ходишь по Парижу, а вокруг столько искушений. Не было такого шопинга, чтобы примиряться, одеваться, переодеваться. Хотя мне девчонки просили, Карина, отведите нас в Зару, подбери нам джинсы, каждый по фигуре, по стилю. Ну, так и не дошло до этого. Мы очень много гуляли, а купила я себе очки. Я всегда привожу из Парижа очки. Могу показать. Покажу. Если поставить много лайков на это видео, покажу. Я подожду. А, на шучу. Я привезла специальный пакет. С Лерочкой мы встречаемся на обеде. И я привезла пакет. Значит, все видите, что это перчатка, да? Можно уже их снимать. Неудобно в перчатках. Смотрите, я очень люблю очки. Солнечная, это, наверное, будет следующее наше, да, с тобой, видео. Где я покажу? Очки. Кстати. Очки и парфюм. Очки и парфюм можем соединить, да? Значит, очки. Видите, как они красиво стали, интересно запаковывать. Это можно к сумке, потому что все носят маленькие сумочки, и постоянно что-то не влезает. Или телефон, или кошелек, или очки. Хотя мы уже кошельки не носим, да, практически. А так раз зацепила, и вот фенди. Я специально искала на лето, мне хотелось светлые очки. Все еще с этими вирочками, со всеми делами обычно это выбрасываю. Мне сказали, что у меня глаза как у Бассета в этих очках. Грустные. Ну нет, вау. Ну просто вау. Классные. Просто вау. Вот ценитель классных очков, это Валерия, она ко всему равнодушна, кроме очков. Все. Я вижу, они просто особенные. Особенные. Вот эта конторочка. Я тоже мимо не прошла. А как тебе хорошо с этим жемчугом? А, и этот жемчуг я тоже купила. Видите, сейчас, как все блогеры, модная Vivienne Westwood после смерти, просто культовый. Все блогеры, все инфлюенсеры прямо скупают эти бусики. Это бусики я сделала, как будто бы чокер. Так вот, потушить. Вот такие первые очки. Слоновые кости. Я купила ботинки Marjilla. Очень красивые. Их только выставили в магазине, и я их купила. Я пришла в мокрых, грязных джинсах. Надо было примерить. И этот бедный продавец чуть с ума не сошел. И говорю, все, он дон твое. Не расстраивайтесь, я их куплю. Ботинки купила. Но, естественно, сейчас показывать в мультуре, тут ботинками не будем трясти. Вот одни очки. Такие стильные. И видите, это уже тенденция прикреплять. Сумочки можно носить, да? Новая тенденция. Да, новая тенденция. Видишь, как прикольно они делают. Видите, тоже. Это Loewe бренд испанский. Ну-ка, ну-ка. Ну что-то меня задрасьнет. Ой, это вообще. Нет, это вообще. Я же знала, что ты оценишь. Это просто вау. Ну как можно было из всего выбора выбрать просто лучше? Мне девчонки это говорили. То есть я иду, из нескольких магазинов, я какие-то цап, они так, ну вот, Каринка, как обычно, самое лучшее хватает. А как ты, говорит, видишь это, что взять? Это Loewe? Loewe. Loewe. Испанский бренд. Интересно, у меня была история с этим брендом. Я была в круизе, мне было 21 год, и я хотела своему молодому человеку купить парфюм. И мы были в Барселоне. Такие были круизы по Средиземноморью. И я зашла в магазин, начала нюх, и тогда все пользовались Фаренгейтом, Паша Кортье, там, ну, другого большие не знали, наверное. И я купила Loewe. Думала, что такие какие-то испанские, даже не Made in France. Духи, я сейчас, ну, помню, что это Loewe были, они были очень изысканные. Это очень старый дом, как оказалось потом. И только 10 назад я познакомилась с этим брендом уже поближе. Вот, вот так. Но испанские. Испанские. Третья очка. Я обо внимания. Подожди, а я сказала Loewe, да, это? А вот этот бренд я не знакома. Продавец сказал, что это его подруга показала. Они, кстати, самые дорогие, вот эти, которые сейчас будут. Торопка такая красивая. Сколько дорогие? Простите. 505. О, боже мой. Все так стоили примерно на 400. Тоже на лето. Такой красивый чехол. И дизайнер, девушка. Я не... Вот. Сабина Бе. Я уже вижу, ребята. Сабина Бе. Посмотрите, какое роскошество. Классное. Ну, они какие-то необыкновенные, какие-то космические. Не знаю, насколько это передает видео. Красное золото. Да, оно такое вот золото. Розовое. Да, розовое золото можно назвать. Ну, вот такое, да, купеическое золото. Оно такое вот именно розовое золото. Очень красиво. Это роскошь. И оно украшает мое лицо. Потому что под цвет кожи и все. Вот это летом я буду модничать. С загаром. С загаром будет шикарно. Вот. Умпакинг очков закончился. Но это не все закончилось. Патрончик называется. Я купила еще бижутерию. Это такой известный тоже бренд. Уна Дэфифти. И у них вот в этом году им исполнилось этому дому 50 лет. Поэтому такие роскошные. Они коробки выпустили на один годик всего. Они коробки столько стоят, сколько... Я так и думаю. Бижутерия. Потому что мне кто-то писал в инстаграм. Карина, они не супер дорогие. Я говорю, да. Не знаю. Я не почувствовала, что они не супер дорогие. Сейчас покажу быстренько. Хочется все примерить. Вот. Это так. Я покажу, как это по-настоящему. В общем, вот такая подвеска. Я буду на рубашке, под рубашке надевать какие-то летом. На майке. А осенью уже на какой-то total black. И здесь так интересно затягивается. И она вот такая. Руки у меня. Я бедристая вдруг стала. Очень круто. Очень стильно, да. Это будет стильно под определенную одежду. Но сейчас, конечно. Смотрите, она. Крутится, вертится. Так. Щух. 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 А у тебя еще грибаем, да, Палета? Да. Труфеля. Трюфелем. Не просто грибами. Да, грибами. Трюфелем. Нет, здесь действительно это вкусное блюдо. Так как я живу на соседней улице, мы в Портофино, между прочим. Я вот это блюдо люблю. Еще салат из рыбы. Дальше. Здесь вообще вкусно, они молодцы. Следующее украшение. Ну, оно сверкает под определенным светом. Это чокер. Сейчас покажу. Очень он красиво смотрится с белыми всякими майками. Ой, шея моя. Взрослая, как сказать, пожилая. И у меня какая-то аллергия случилась стала на шее. Или от одежды. Очень красиво. Я стилизую, надену, и вы увидите, как это красиво. Это была самая дорогая штучка. Такой маленький. Я должна это примерить все-таки. Хоть что-то я примерю. Если там есть что-то. Есть. Все. Я решила надеть вам, друзья, и показать. Вот чокер, как он смотрится. Ну, здесь солнца нет, а так он, конечно, сверкает. И вот серьги. С белой маечкой. Мне кажется, будет волшебно летом. С джинсиками, потому что здесь такие серо-голубые камушки. Очень красиво. Кажем, нравится. Очень красиво. Ой, 100 тысяч отдала. Да? Да. Не, ну, кстати, я не знаю, мне кто-то написал, что это недорогой дом. Может, они подорожали. Но я как бы за все, про все отдала. 500 евро где-то. Для бижутерии это неплохо. Для бижутерии, да. Вот чокер, серьги и вот за эту подвесочку. Так что, друзья. Валер, давай свой кофе. За твои покупки. Да, спасибо, что носились они. Никакая собака не сглазила. Чтоб я не пошла волдырями. Чтоб сияла, блистала на всех аккаунтах. Да. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. У нас есть шанс прорваться. Рекомендую. Довольно. Рекомендуемые. Куда-то. Куда-то пробьемся. Пав. Пав. Ты ребенок такой. Немножко облавил нас. Друзья, это очень важно. На ютубе вот все блогеры, большие, миллионники, говорят, каждый день 20 минут подписывайтесь. Каждый день подписывайтесь. И мы тоже. Хотя бы раз, не стоишь. Надо выпить. Все. Всем пока. До новых встреч. С вами была Валерия и Карина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.